МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это хорошие показатели. Практически мы удвоили производство зерна, убрали 2000 тонн овощей, около 12 тысяч тонн сахарной свеклы и 2000 тонн лук-силок. В прошлом мы занимались развитием программы. И составляя программы, в 2014 году мы построили две молочно-товарные фермы по 200 голов. Это СКПК «Красный знамя» и завод «Батаревский». Мы строили картофельохранилище, овощехранилище, и на следующий год планируем начать строительство на 400 голов КРС в агрофирме «Исток» и на 200 голов в коллективном фермерском хозяйстве «Чабатова». Также ведется строительство в этом году молочно-товарной фермы «Семейный». Это коллективно-фермерском хозяйстве «Куликово» и на 60 голов в коллективном хозяйстве фермерском хозяйстве «Шарафудинова». Практически мы увеличивали и продолжаем наращивать производство мяса, так и производство молока. В связи с проектной мощностью заработанного у вас «Семейный комплекс Южный», где сегодня идут неплохие показатели. С начала реализации национального проекта агропромышленного комплекса мы выдали кредиты личному подсобному хозяйству. Это более 3 миллиардов рублей. Здесь хотел бы также сказать, что консолидированный бюджет района от управления и распоряжения муниципальными имуществами и земельными участками тоже у нас регулируется. И в этом году поступило средство более 8 миллионов рублей. И этой суммы от приватизации муниципальной имущества 24%, от аренды муниципальной имущества 12% и от продажи земельных участков 12%. Следующий вопрос бы я затронул – это предоставление земельных участков многодетным семьям. По состоянию на 18 декабря 2014 года в сельских поселениях на учет для получения земельных участков собственность бесплатно поставленных 60 многодетных семей. И 32 у них уже на индивидуальной жилищей социальности, 28 для введения личного подсобного хозяйства. Эти люди получают земельные участки, они регистрируют практически все сегодня готовые документации для регистрации. 44 многодетные семьи уже зарегистрировали, это 73% от предоставленных. Также хочу обозначить вопрос развития малого и среднего предпринимательства в районе. В этом году малыми предприятиями произведено продукцию на сумму 41 миллион рублей, что выше уровня прошлого года на 8%. Малые и средние бизнесы у нас охватывают отрасли экономики, это сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, это оказание услуг населения. В основном у нас занимается сфера торговли, общественное питание, это занято 36% населения, в сельском хозяйстве 35%, этим занимается строительство 13%, обрабатывающие производства 11% и в прочих отраслях 5% наших предпринимателей. Субъектами малого и среднего бизнеса, занятым у нас сельским хозяйством, сегодня производится 85% это зерна, 58% это овощей, 30% картофеля, получено от всех категорий хозяйств района. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса за текущий год составляет почти 16 миллионов рублей, что на 14% больше к уровню прошлого года. Конечно, проблемы еще есть. При развитии мы открыли бизнес-инкубатор для развития малого и среднего бизнеса, где сегодня успешно проводим консультации, люди приходят, занимают свои рабочие места и развивают малый и средний бизнес. Кроме того, 27 фермерам мы оказали поддержки и двум семейным фермам, которые тоже участвовали в конкурсе Чувашской республики. И сегодня могу сказать, что немало нерешенных проблем в развитии малого убийства. Это сбор и переработка, конечно, в итоге биологических отходов в районе, это реализация вырешенного картофеля, овощей, мяса, свинины, лука, севка. К сожалению, на такой поток еще не поставлено. Сегодня все равно оно идет, ну так скажем, с поля продается. Вот эту работу нам надо организовать и работу вести. Дальше хотел бы немного остановиться на строительстве. В районе у нас 56 населенных пунктов, практически нет ни одного населенного пункта, где у нас не строятся те или другие объекты, в том числе и жилье. По разным программам мы участвуем. Это устойчивое развитие сельских территорий, это жилище, это молодая семья, это ипотешное кредитование. Мы объем жилья практически ежегодно доводим до 30 тысяч квадратных метров. Также в районе проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Оно продолжается. В этом году мы завершаем две плотины. Это Татарских Сугутов и Козыл-Тишме. Общий объем финансированный здесь 8 миллионов рублей. В следующем году такой объем мы планируем в селе Шигурданы. Еще одни объекты, которые соответствуют указам главы Чувашской республики, это строительство Фельско-Акушерских пунктов. В нашем районе их планируется в строительстве 6. Практически по ремонту и содержанию дорог мы неплохо работаем. В этом году отремонтировано 1,7 километра автомобильного дорога общего пользования. И 13,6 километра мы улучшили путем покрытия местного шебня, грунтовой дороги внутри населенных пунктов. Отремонтировали 6 дворовых территорий многоквартирных домов, 2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов. Это в селе Батрове, в селе Тойси. На ремонт и содержание дорог планируется направить на следующий год тоже. Это в пределах 27 миллионов рублей. Действительно, это год культуры для Батровцев был. Это не просто традиционное мероприятие, это новые шаги были, которые призваны преобразовать наше культурное пространство. Так как мы живем в многонациональном районе, у нас культура каждого народа, народности сохраняется. Это чувашская, татарская, мордовская, русская часть населения. И сегодня сказать, что во всех сельских клубах мы подводим итоги с участием наших работников, участников. У нас 10 коллективов имеют звание народный, в том числе детский кукольный театр. У нас два взрослых театра. Это татарский театр и театр в Батрове. Продолжается процесс духовного оздоровления нашего общества. Если посмотреть, что у нас в районе наших живут как христианские часть населения, так и мусульманские, у нас 11 церквей и 18 мечетей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!